Лыжный спорт – это полезное и увлекательное занятие для всей семьи. Кататься на лыжах можно в любом возрасте, ведь это занятие оказывает положительное влияние на наш организм. Лыжный спорт – один из зимних олимпийских видов спорта. Записи или прямой эфир лыжных гонок можно посмотреть по телевизору или через интернет. При катании будьте внимательны и помните правила безопасности. Следите за состоянием своего инвентаря. Он должен быть подходящим по размеру и без дефектов, а одежда удобной и не слишком теплой. Во время прогулочного бега держите дистанцию 3-4 метра от других спортсменов, а на спусках – 30 метров. Не выставляйте палки вперед и не пересекайте лыжню на спусках, а также не направляйте палки в сторону других лыжников. На спусках обращайте внимание на положение ног и корпуса. В зависимости от угла наклона горки выбирайте правильное положение и наклон тела. Вот основная стойка лыжника, самая удобная на поворотах и неровностях. Если хотите притормозить, примите высокую стойку лыжника, разогнаться – низкую. На подъемах выбирайте верную технику, в зависимости от крутости склона. Подниматься можно лесенкой, елочкой, полуелочкой – это разновидности ступающего шага. При катании также можно использовать разные стили хода. Основные – это классический и коньковый ход. Выбор хода зависит от особенности трассы и спортивного инвентаря. В верхней части экрана показан коньковый ход лыжника, в нижней – классический. На трассе важно держать равновесие и правильно тормозить. При прямом спуске применяется техника торможения плугом. На косых склонах применяется торможение упором. Если вы неожиданно увидели перед собой препятствие или не успели вовремя затормозить, лучше всего воспользуйтесь торможением безопасным падением. Поверните лыжи поперек склона, палки заведите назад и падайте на бок. Для того, чтобы избежать лишнего травматизма, обратите внимание на длину ваших лыж и палок. Они должны соответствовать вашему росту, а также не должны быть повреждены или деформированы. Также проверьте размер обуви. Обратите внимание на одежду, в которой вы собираетесь кататься на лыжах. Не надевайте слишком теплую одежду, такую, как толстый шерстяной свитер или дубленка. Лыжный спорт благоприятно влияет на организм человека. Он помогает укрепить мышцы, скорректировать фигуру, развивает дыхательную систему, тренирует выносливость лыжника, закаливает. В школе лыжному спорту обучают с помощью различных игр на лыжах. Детям весело и интересно появляется соревновательный элемент, ведь каждому хочется быть лидером. Таким образом, детям с младших классов прививается любовь к лыжам. Перед катанием необходимо размять мышцы. Это уменьшит вероятность получения травм. Сделайте наклоны вперед и в стороны, выпады, мельницу. Потяните вверх колени и выполните вращение стопами. Чтобы размять руки, необходимо сделать вращение вперед и назад в кистевом, локтевом и плечевом суставах. Также важно сделать махи прямыми руками вперед и назад. Это позволит вашим мышцам разогреться и катание станет гораздо безопаснее. Итак, мы теперь знаем правила выбора лыжного инвентаря. Одежды, технические особенности лыжного спорта и разминки. Удачного освоения лыжных вершин! Субтитры создавал DimaTorzok